Здравствуйте, дорогие друзья! Как и обещала, я выкладываю вам видео на тему, как правильно настраивать тексты, как правильно настраивать размеры. Видео, надеюсь, будет полезно тем, которые пропустили по некоторым причинам, либо проболели, либо недопоняли. Надеюсь, что когда у вас начнется практика по строительному черчению, у вас будет возможность, в случае, если вы забудете, как расставлять правильно размеры и тексты, вы можете на нашем сайте просмотреть это видео. Итак, настройка размера. Сейчас я вам покажу обычный архитектурный чертеж. На нем изображен разрез, вы видите, в масштабе сотом, и изображены узлы в масштабе 1 к 15. Ну, собственно, два масштаба, 1 к 15 и 1 к 100. Вы понимаете, что все это начерчено в модели в масштабе 1 к 1, и размеры и тексты, размеры и тексты на разных масштабах выглядят одинаково. Для того, чтобы, то есть они должны смотреться все по ГОСТу. ГОСТ мы изучали с вами на строительном черчении. Вы помните, да, что вынос размера от информации 10 мм, вы помните, что засечка должна быть 4 мм, высота шрифта должна быть 2,5 мм, и, естественно, сам шрифт должен быть по ГОСТу. Ну, в общем, хорошая новость в том, что, работая на автокаде, вы не очень обязаны помнить эти детали, так как вкладка SPDS позволяет нам расставлять размеры и тексты по ГОСТу. Но, естественно, для того, чтобы это произошло правильно, нужно сделать некоторые манипуляции. И первое, о чем нужно помнить, это размеры и тексты должны подчиняться нотативности. Что значит нотативность? Если вы чертите какой-то чертеж, а вы все чертежи изображаете в масштабе 1 к 1, то при выводе на печать вы, естественно, для того, чтобы расположить какие-то вещи на листе, вы должны придать масштаб видовому экрану. И таким образом чертеж будет масштабироваться. Так вот, для того, чтобы не масштабировались вместе с чертежом наши тексты и наши размеры, размерам придают свойства аннотативности. Давайте тогда рассмотрим, как это выглядит на практике. Я подготовила для вас небольшой чертеж, 3 вида. И сейчас мы с вами вместе настроим правильно тексты и размеры. Все, что касается настройки текстов и размеров, находится на вкладке аннотации. И здесь вы видите, что по умолчанию настроен текст стандарт и размер ISO 25. Если вы вдруг не увидели надпись стандарт и ISO 25, это означает, что шаблон, который вы использовали для чертежа, неверный. Я напоминаю, что мы открываем чертежи автокадовские 2D по шаблону АКОДИСО. И в нем вложены различные настройки, в частности, вот, например, ISO 25 размер, который можно превратить в размер по густу. Поэтому, если вдруг это произошло, имеет смысл вырезать из вашего чертежа информацию, если много начерчено, открыть новый чертеж по шаблону АКОДИСО, далее вставить информацию и дальше продолжать работу. И теперь размеры. Мы идем по вот этой маленькой стрелочке, которая отвечает за стиль текста, и выходим на такую таблицу. Ну, в среднем, вот, когда стоит СПДС, здесь, в общем-то, должна была возникнуть таблица ГОСТовских предложений стиля. У меня она не возникла, это ничего страшного. Те, у кого она не возникает, вы выбираете имя шрифта ИСОК ПИУР. Сейчас мы его найдем. Вот ИСОК ПИУР. Не путайте его ИСОК ТЭУР. Он вполне себе ГОСТовский шрифт. Можно сделать обычный, можно сделать курсив, как на машиностроительных чертежах. Далее мы ставим аннотативность. Ну, и называем «Сделать текущим». В принципе, можно пойти по этому пути, а можно, наверное, даже лучше, сейчас я отменю, создать свой стиль текста по стандартному. Не надо использовать этот аннотативный текст, новый. Назвать его «Стиль 1» или «Стиль мой». Оставим «Стиль 1» и «Окей». Дальше мы выбираем ИСОК ПИУР. Вот он, ИСОК ПИУР. Делаем его курсивом. Ставим аннотативность. Ну, собственно, здесь и все. Можно степень растяжения изменить, но в данном случае можно поставить 0,9. Но это не обязательно для пожелания. В принципе, он вполне подходит под ГОСТ стиль Б. Сделать текущим, сохранить изменения, закрыть. И вы увидели, что на вкладке «Текст» появился стиль 1, вот с таким трилистничком. Этот трилистничек означает аннотативность. Теперь приступаем к размерам. Точно так же идем по стрелочке, по размерной стиле. Вот здесь не надо менять ИСО 25, потому что потом вы не найдете концов. Давайте создаем новый. Называем его тоже «Стиль 1». Можно за главными буквами. Это как вы хотите, можете по своему имени. Главное, чтобы вы разобрались. И далее нам нужно превратить вот этот стиль, который ИСО 25, нужно немножко отредактировать. Линии мы оставляем все то же самое. Цвет по блоку. Что значит по блоку? Напоминаю, что сам размер – это блок, это динамический блок. Мы с вами уже проходили динамические блоки, вы понимаете, что такое динамический блок. Все цвет теплинии, он будет по блоку. То есть так, как задано по блоку. Символы из стрелки, поскольку у нас не архитектура, а машиностроительный чертеж, мы оставляем закрашенную, замкнутую. Можно потом поменять величину маркера. Что такое маркер? Маркер – это маркировка отверстий у деталей. Вот тут кружочек показан. Он маловат может оказаться. Сейчас мы не будем этим заниматься. А в принципе, если вы вдруг увидели, что у вас на обозначениях маркера очень маленькие засечки, вы можете здесь увеличить маркер до 5-10, как лучше получается. Текст. Вот здесь текст нужно обязательно поставить тот стиль, который мы настроили. В противном случае у вас тексты будут в одном стиле, а размеры в другом. Это не очень хорошо для чертежей. То есть культура черчения требует одинаковости стилей, текстов и размеров. Размещение. Вот здесь важно не забыть поставить галочку на аннотативности. И здесь еще нужно поставить галочку в графе «Строить выноску». Что означает эта выноска? Это когда у нас очень близко стоят размеры, и размерный текст не помещается между размерными линиями, автокад по умолчанию оттягивает этот размер со сбивкой. Лучше все-таки, чтобы размер не оттягивался, а появилась полочка, на которой будет стоять цифра. Основные единицы. Ну, в основных единицах нужно подавить нули после запятой, потому что у нас не металлические конструкции, там требуются действительно десятые сотые, нам достаточно нуля. Все, больше ничего здесь делать не надо. Окей. Установить. Закрыть. Вы тоже увидели, что здесь установился стиль 1, появился трелисник, то есть он аннотативный. Он будет меняться в зависимости от наших масштабов. Ну и, собственно, что тут еще осталось сделать? Я сразу покажу, как настроить мультивыноску и таблицу. Мультивыносками и таблицами мы пока не научились еще пользоваться. Надеюсь, что у меня будет отдельный урок на эту тему. Но мультивыноска вам необходима для конструкции. Тут ничего сложного нет. Вы тоже идете на стиль по мультивыноскам, опять мультивыносок, создаете новый стиль. Копия стандарт. Я тоже пишу стиль 1. Продолжить. Здесь мультивыноска сама меня устраивает, меня не устраивает текст. Текст должен быть тот же. Я устанавливаю стиль 1. Вы увидели, что в рамке, который отвечает за тип мультивыноску, появился текст. То есть он у нас уже стиль 1. И, собственно говоря, нас по мультивыноскам все устраивает. Окей. Установить. Закрыть. Все. Мультивыноска у вас установилась. Ее не нужно делать аннотативной, потому что, скорее всего, мультивыноску обычно делается на листах. Собственно, тексты тоже часто делаются на листах, и я предпочитаю их делать на листах. Но поскольку у нас сейчас урок не посвящен расположению на листах, мы пока сделаем его так. А в дальнейшем вы можете и размеры стиля выставлять на листах. Ну и осталось нам разобраться с таблицами. Здесь тоже все очень просто. Создать новый. Снова называю стиль 1. Далее. Здесь таблицы мы пока все оставим. Мы только поменяем стиль 1. И я бы, честно говоря, поменяла высоту текста на 3,5. 4,5 – это многовато для таблиц. Все. Окей. Установить. Закрыть. То есть мы установили тексты, размерные стили, мультивыноски и таблицы. Ну, теперь давайте посмотрим, как это работает. Во-первых, поскольку мы работаем с аннотативными текстами-размерами, хорошо бы поставить галочку, вот здесь я показываю внизу, добавление масштаба к аннотативным объектам при масштабах аннотации и масштаб аннотации текущего вида. Масштаб аннотации у нас 1 к 1. Деталь маленькая. Когда мы будем заниматься архитектурой, у нас, конечно, масштаб будет аннотацией 1 к 100, 1 к 50. Еще раз напоминаю, что такое вот эта цифра 1 к 1. Это не масштаб вашего чертежа. Чертеж у вас всегда в масштабе 1 к 1. А вот это масштаб аннотации. И начинаем расставлять размеры. Ну, у меня тут уже созданы слои. Еще раз напомню для тех, кто пропустил, кто забывает работать со слоями, у нас все объекты должны быть в своих слоях. У меня есть слой основная. Я взяла толщину 0,4. Ось. По ГОСТу ось должна быть 1 треть от основной. Ну, это примерно 0,09. Невидимые. Это по ГОСТу невидимый пунктир. Должен быть половину от основной. Я взяла 0,2. И размер я вам советую взять 0,13. Он нормально смотрится. Исходя из практики, можете мне поверить, что 0,13, 0,15 вполне хорошая толщина линии для размера. Итак, мы выходим на слой размер и начинаем расставлять линейные размеры. У нас выходит графа. Выбор масштаба аннотации. Выполняется создание аннотативного объекта. Задайте значение масштаба аннотации, при котором будет отображаться аннотация. Ну, тут напоминает нам компьютер, что у нас масштаб аннотативный 1 к 1. Он предлагает нам либо поменять, либо оставить. Мы оставляем. Можно поставить галочку «Больше не выводить это окно». Окей. И дальше начинаем выставлять размеры. Первый размер. 100. Ну, как выставляются размеры, еще раз проговорю. Выбирается первый размер, дальше выбирается второй. Показывается расположение размера. Ну, тут придется действовать на глаз, потому что, ну, на достаточно тяжело, и никто не будет этим заниматься, рассчитывать, сколько нужно отвести. Но вы понимаете, что вы должны помнить, что по ГОСТу расстояние должно быть 1 см. Значит, примерно 1 см вы показываете. Ну, и так далее, да? Размеры. Сюда. Размеры высоты. На самом деле, не очень правильно, потому что машиностроительных чертежах размеры высчитывает. Я, наверное, этот размер сотру, а вот этот размер подтяну, чтобы показать, что мы обозначаем полную высоту. Так, и с этой стороны мы показываем размер вот этот 20. Дальше мы показываем вот этот размер. Теперь, наверное, мы должны показать размер детали с этой стороны. Ну, и, наверное, придется, наверное, повторить размер детали. Это сейчас не очень правильно, но можно потом дальше будет отредактировать. И нам останется показать диаметр. Мы идем в вкладку размеры диаметра, показываем диаметр круга, да, и показываем диаметр малого круга. Ну, в общем, в целом размеры расставили. Теперь посмотрим, что происходит с аннотативностью. Допустим, так сложилось, что нам все-таки хочется распечатать чертеж в масштабе один к двум. Мы идем на один к двум, и вы увидели, что все размеры изменили свой размер. Это что значит? Один к двум это меньше, чем один к одному. Значит, по ГОСТу деталь будет один к двум выглядеть меньше. Соответственно, размеры в два раза увеличились. То же самое должно произойти с текстами. Сейчас мы войдем на вкладку текст, напишем однострочным текстом. Ну, значит, смотрите, я показываю на экране положение текста, просто точку. Дальше, высота листа. Но это не высота листа, это высота текста. Напоминаю, по ГОСТу либо 5 мм, либо 7 мм. Давайте 5 сделаем, 5 мм. Дальше, угол поворота текста. Ну, у нас текст прямой, мы не поворачиваем ни под каким углом, поэтому я просто пробиваю Enter. Ну, и дальше запрашивается сам текст. По-моему, эта деталь называется ползун. Ползун. Так, Enter. Текст закончили. И вы сейчас посмотрите, вот если я захочу все-таки распечатать деталь один к одному, вы увидите, что размеры у нас уменьшились, и надпись у нас уменьшилась. То есть, делаю вывод, что такое аннотативность. Аннотативность – это подстройка размеров под тот масштаб, в котором будем выводить на чертеж. Ну, собственно, вот по этому видеоуроку все. Я надеюсь, что он вам оказался полезен. Я надеюсь, что вы все поняли. И также благодарю вас за внимание. До свидания.